Прозрачно, надежно, законно и под контролем общественности о принципах системы капитального ремонта говорили сегодня в Новом Рингое. Перед тем, как приступить к обсуждениям, участники встречи лично посетили объекты, где идут работы, прокатились в новом лифте и даже побывали на крыше одного из домов. После объезда представители администрации, управляющих компаний, фонда капитального ремонта, подрядчики и депутаты высказали замечания, внесли предложения и подвели итоги. Подробности у Ольги Поляковой. Новый Рингое вместе с Ямалом делает первые шаги в освоении программы капремонта с оглядкой на опыт других регионов, методом проб и ошибок. Медленно, но верно идет к намеченной цели. В этом году запланирован ремонт в 19 домах, в 2 обновление кровли и утепление торцов, в 17 замена лифтов. Один из них в микрорайоне Мирный 3,6 комиссия уже оценила. Скорость 1 метр в секунду, грузоподъемность мы увеличили с 320 килограмм до 400, то есть если раньше 4 человека, он позволял перевозить теперь бьют 5. Лифт в этом доме свое отслужил. В последнее время работал с перебоями. Особенно тяжело пришлось женщинам с маленькими детьми. Поднимать приходилось не только ребенка, но и коляску. Об этом рассказывает одна из жительниц. Благодарит и, пользуясь случаем, обращается к главе с просьбой решить еще одну проблему. Лифт, конечно, был в ужасном состоянии и не работал временами, и застревал. Мы, конечно, мучились, но спасибо вам, конечно, за лифт. У нас школа здесь? Да, да, школа. Вот нам еще домохон, мы боремся, боремся, домохон никак не восстановим. Тоже вот мы из списки 3 года назад подавали и деньги сдавали, нам вернули деньги и сказали, вам не положено. Главное доверие, доверие от граждан, тогда только граждане будут голосовать рублем. Тогда они будут платить эти взносы, когда они будут видеть, что для них что-то делается или будет сделано в те сроки, которые указаны в программе. В этом году на капитальный ремонт Новый Уренгой потратят 191 миллион рублей, 179 из них деньги из общего котла, 12 средства городского и окружного бюджетов. В программу капремонта можно было внести больше домов, если бы собственники ответственнее относились к своим обязанностям. Ямал в этом деле далеко не первый, процент собираемости чуть больше 60. За два года на территории города Новый Уренгой необходимо заменить 99 лифтов. Из них 58, мы их делаем уже в этом году. И поэтому 17 домов, которые попали в программу капитального ремонта, они именно с заменой лифтов. В Тюменской области программа капремонта стартовала на полгода раньше, чем на Ямале. Однако уже в первые месяцы 75% собственников платили взносы. Сейчас эта цифра достигает 88. За один год жители собрали более миллиарда рублей. Значительная работа проведена, работа абсолютно разная, информационная и где-то, наверное, чуть ли не принудительная. Но это сегодня есть обязанность. То есть это не право человека платить, хочу-не хочу. Это обязанность. Необходимо активизировать собственников. Потому что сегодня они у нас пассивны во всех муниципалитетах. Начиная от принятия решения на общих собраниях собственников. А если они не принимают решения с общим собранием собственников, они у нас и не участвуют в приемке. То есть они сами себя вот этой пассивностью отодвигают от контроля. Система капитального ремонта должна быть эффективной. Представители управляющих компаний, ТСЖ, подрядных организаций выдвигают свои предложения. К примеру, при планировании работ в домах брать во внимание пожелания жильцов. При проектировании сметы делать акцент на особенностях климата. И проводить аукционы весной, чтобы не терять даром и без того короткое лето. Комиссия пообещала учесть все замечания. Ольга Полякова, Николай Александров, служба новостей «Импульс».